Для истории в двух словах расскажите, что сейчас происходит, что вы делаете? Война в войну, обед по распорядку. Я готовлю обед для нашей команды из НО. Я нахожусь в Германии сейчас. И несколько месяцев назад мы планировали эту встречу для миссионеров в Западной Европе, с Италией, здесь Германии и еще должны были быть, вернее были, кто-то уже уехал. А также для нашей команды Voice of the Silent у нас было запланировано иметь здесь встречу, но я как бы твердо знала, что эта встреча должна была быть. И мы когда дискутировали с членами нашей команды, нужна она или нет, ну как бы по финансам это не дешево, но тем не менее твердо знала, что эта встреча должна быть. Я даже опровергла, когда кто-то сказал, давайте перенесем на лето. Я говорю, нет, эта встреча должна быть, мы ее обозначили. С трудом мы нашли дом, потому что в Германии из-за пандемии люди не выезжают из страны, и все дома в аренду, все занято. Но тем не менее мы нашли этот дом в очень таком хорошей локации, в очень тихом месте. Мы нашли, зарезервировали, заключили контракт. И вот буквально накануне моего уезда с Америки я бронировала билеты через Украину, в Казахстан и назад, и потом Германию назад. Мне пришлось перебить все билеты, что было очень недешево, поскольку уже было мало времени. Мы приехали через Турцию и еще не разобрались с теми билетами. Но не суть в этом. Суть в том, что Бог планировал эту встречу здесь. И сегодня мы уже, наверное, третий сутки здесь находимся, в этом доме. И тем не менее, мы, наверное, первый раз сегодня утром более-менее имели нормальный завтрак, поскольку до этого мы буквально все перекусывали на ходу, что-то перехватывали. Мы не могли сесть нормально, посидеть, покушать за столом, потому что каждый вскакивал, убегал с телефона, потому что мы получаем кучу звонков, кучу сообщений во все-все сети, во все платформы, как и Facebook, и Instagram, и разные платформы. Мы получаем сообщения из Европы, то есть из Украины, те, кто на пути. И Бог использовал это время, чтобы мы могли максимально людям помочь в разной ситуации. Кто-то пропал без вести, мы пытаемся найти живы эти люди или нет. И плюс также мы переживали, вот наша партнер Лада, мы не могли ее найти, она опекает 18 детей, это сироты, которых мы поддерживаем, и все ее служение, и вдруг она исчезла. Оказалось, что регион, где они живут, это под Бучей, 6 километров от Бучей, практически Бучей уже, ну, как сказали нам, ее уже нет, но мы надеемся, что это не совсем так. На самом деле там были очень такие интенсивные бои, и вероятно, что много людей погибло. Да, и мы сейчас все это мониторим в Украине, пытаемся помочь украинцам, детям и женщинам максимально покинуть Украину и приехать сюда, в западные страны. 27 стран единогласно впервые открыли все двери для украинцев. То есть люди могут приехать, получить вид на жительство, получить какой-то социальный пакет, им даже не нужно подавать, заполнять на беженцев, им дают это автоматически. Это просто чудо Божие. И судя по тому, как мы здесь находимся, мы даже когда первое время приехали, поскольку у нас цель была другая, мы даже не могли перестроиться, но вроде мы планировали одно, а начали все заниматься совсем другим. И вот в течение этих дней мы поняли, что работа предстоит еще очень большая, много-много работы, и наш мир изменился, мы сейчас живем в совсем другое время. И я хочу, чтобы вы через это послание сообщили вам, чтобы вы все пробудились и поняли, что мы живем в другой реальности. В любой момент может рвануть все что угодно, и нам нужно каждому, во-первых, пересмотреть свое сердце. Мы не знаем, что нас ожидает завтра, но сегодня мы должны помогать, мобилизировать все силы, все финансы, все ресурсы, все знания, все, что у нас есть, мобилизировать для того, чтобы помогать ближнему. Особенно то, что касается верующих. Если кто-то из верующих думает, что он отсидится в стороне, нет, это время прошло. Мы живем в глобальном мире, и все взаимосвязано. Ваше молчание аукнется вам же завтра. Поэтому никто не отменял духовные законы, сеяния и жатвы. Пожалуйста, подключайтесь, поддерживайте наши и другие служения, поддерживайте сейчас миссионеров, поддерживайте семью Гузе, Рудольфа тоже, поддерживайте Аджмаля, поддерживайте нашу команду. И потому что это люди, которые Voice of the Silent. Мы говорим за кого-то, но также мы должны, чтобы помочь кому-то, иметь финансы. Мы знаем, что за все платят серебро. И также мы нуждаемся в ваших молитвах, от клеветы, от неправды. Потому что, когда сейчас мы поднимаем голос за Украину, очень много негатива льется в наш адрес, из других, ну там, из России, оттуда, где люди не совсем владеют информацией, не совсем понимают. Но Гузе, вот Рудольф Гузе, он около 40 раз посещал Украину. Я тоже не считала, но последние 8 лет, даже больше, мы и жили в Украине, и находились там, и Бог нас перед пандемией там поместил. Во время пандемии мы много помогали, потому что, когда закрылись все банки, у людей не было PayPal. Кто-то мне переводил на PayPal, и я переводила в приватбанк, и рассылала, помогала там, на месте в Украине. Поэтому давайте мы мобилизуем силы все друг с другом, перестанем критиковать друг друга, перестанем говорить, а начнем действовать. Действовать, противостоять и помогать. Противостоять злу и стремиться к добру и помогать. Всем добра.